Россия! 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 На марш единства собрались сотни одесситов. Колонна начала свое движение от памятника князю Воронцову на Соборной площади и дошла до монумента Екатерины II. Горожане пришли на марш, чтобы показать свое будущее, а не видят в таможенном союзе. Я пришел сюда, потому что давно уже принял мнение, что Россия, Украина, Белоруссия – это нераздельное. Мы одно государство. Участники марша выкрикивают лозунги в поддержку Игоря Маркова. Горожане благодарны за то, что Марков отстаивает их интересы и надеются, марш единства даст понять руководство Украины, на чьей стороне одесситы. Вот я. Я 30 лет отдал государство границы, охранял Украину от врагов, от негодяев, но не ожидал, что вот сейчас такая репрессия придет в нашу страну. Я поклонник Маркова и буду защищать ее до конца. Сторонников Маркова на марше благодарит его мать Ольга Яковлевна. Говорит, спасибо, что не испугались. Что акции нужны эти в Одессе, это однозначно. Это даже не обсуждается. А то, что я испытываю чувства, ну как вам сказать, я действительно благодарна людям, которые пришли сюда. Не побоялись. Вы понимаете, люди не боятся. Марш единства прошел без провокации со стороны националистов. За колонной одесситов тщательно следили сотрудники милиции. Движение на Екатерининской временно перекрыли. Недалеко от места проведения акции дежурили несколько автобусов с Беркутом. Организаторы акции объяснили, им удалось обойти двухнедельный запрет на митинги, введенный в Одессе после незаконного ареста Маркова. Были запрещены митинги по определенным адресам. Соборная площадь и маршрут нашего марша не попадают в этот список. Поэтому мы подали уведомление в городской совет. Другого решения суда не было. Соответственно, мы действуем абсолютно законно. Со стороны сотрудников МВД никаких претензий к участникам марша не возникло. День народного единства в Российской Федерации начали отмечать 4 ноября 2005 года в память о Вястане именина и Пожарского. С этого же года каждый день во многих городах России, Украины и других стран бывшего СССР проходят массовые акции в поддержку объединения братских народов. В 2013 году, кроме одесситов, на марш единства вышли жители еще пяти городов Украины. Акции прошли в Киеве, Донецке, Симферополе, Севастополе и Николаеве. Совсем иначе отпраздновали 4 ноября одесские неонацисты. Активисты организации «Патриот Украина» за городом отрабатывали приемы штурма жилых домов. И даже опубликовали подробный отчет на сайте Социал-национальной ассамблеи. По их мнению, патриотизм выражается именно в готовности начать войну с врагами нации.